11 карта Хантед, охотящийся. Тут всего лишь 18 противников, но это Арчвайлы. У меня дробовик, беру рюкзак, жму кнопку и они тут же выскакивают, посмотрите на них. Давайте начинаем нашу охоту. Телепорты просто дикие, двери заперты. Мы идем вперед с дробовиком наперевес и готовимся сражаться. Тут первый выскакивает, давай сюда. Да, сейчас получишь из дробовика, тут двое сразу же, слушайте, даже они прошибают. Я когда вот через эти штуки прохожу, то они выскакивают. Давайте ракету определим им, пожалуй. Из дробовика добавочного урона, когда двое, то плохо, потому что можно не сразить. А здесь дверь заперта, уходить, ну за угол можно. Получите сюда заряд картечи, надо выстрелить сейчас. Этого не хватает, 58 хп у меня со старта, слушайте, не очень приятное добрососедство у нас. Патроны подбираю, давайте не спешить туда, давайте здесь пройдем. Здесь еще патроны, здесь еще UAC-дверь, которая может отпереться. И никого нету. Но я слышу, они там шебуршат. Тут важно, я думаю, на этом левеле не загнать себя в ситуацию, когда их будет больше, чем один. Потому что больше, чем одного могу не сразить. Но зато больше, чем один из дробовика залетит очень хорошо. Выжидаем. Пока он произнесет заклинание проклятия, этот готов. Теперь надо завалить следующего. Ракету не успею. Но я выбрал ее. Нет, давай из дробовика работать, потому что кучно залетает достаточно. Он чуть ли не произнес заклинание до конца сейчас. Получает еще выстрел. Еще выстрел нужен. Этот готов. Завалил четырех только. Плохо дело, ребята. Это начало уровня. Что у нас здесь? Здесь патроны нам выдают. И все. И мертвый Билли, за которого придется отомстить. На карте еще у нас один секрет. Ну, и я сделал круг подсчета, так называемый, да? Теперь куда идти, непонятно. Надо в нижнюю область попытаться попасть. Давайте сделаем это. Я когда прохожу мимо каких-то проходов, открываются двери. Вот здесь я захожу вот в этот проход, например. Здесь еще одни двери должны открыться. Здесь Arch-Wile. О, плохо дело. Я в углу. Да надо стрелять, как никогда не стрелял. У меня будет сейчас два выстрела. Один и второй. Не попал. Еле-еле душа в теле. Слушайте, пора сохраняться. After Dark. Действительно, после тьмы, потому что следующий выходит. Блазмаган разрежу, пожалуй. Потому что ситуация очень тяжелая. Получает из дробовика. Жет. Получает еще из дробовика. Надо тут, наверное, аккуратнее. Это шесть. Шесть из восемнадцати. Ничего сложного, как бы. Но если ты загонишь себя в угол, ты просто мертвец. Так, следующая дверь. Куда ведет? Непонятно. Открывает задний проход. Вот же подлецы, слушайте. Ну, например, я захожу. Я не знаю, смогу ли я выйти. Потому что здесь лабиринт отражения просто нам представлен. Здесь дверь, которая не хочет отпираться. За ней явно кто-то есть. Да, эта дверь не отопрется никоим образом. Когда вот здесь прохожу, то что-то открывается. Мы пройдем куда-то сюда. И застрянем в этих копьях навечно. Я могу открыть еще какую-то дверь одним из триггеров. Здесь я не был. Поэтому я прохожу дальше. Я с дробовиком наперевес. 58 хп. Ага, следующий засранец получает. Этого будет просто сразить. Главное, на огонь не наступать. Главное, чтобы он заклинание до конца не произвел. Потому что тогда будут проблемы. Он разлетелся, кстати, сейчас просто на ошметке. Здесь патронов 96. Этого хватит, чтобы победить. Теперь надо понять, куда нам идти дальше. Дальше мне куда-то сюда. И тут у нас позиции меняются. Давайте здесь посмотрим. Ничего нету. Я слышу, на заднем фоне отпираются какие-то двери. Желтый ключ забираю. Но, естественно, появляется дружок-пирожок. С которым надо совладать. Которого надо завалить сейчас незамедлительно. Этот готов. 8 из 18. И повод сохраниться, я думаю. Продвигаться дальше. Что у нас здесь? Здесь мы все сделали. Мы забрали желтый ключ. Проклятые двери отпираются за спиной. Это так страшно. Потому что ты чувствуешь, что охотятся... Не ты охотишься, а охотятся на тебя. Здесь могу пройти сюда. Там патроны видел краем глаза. Сейчас не время заниматься патронами. Сейчас время выйти в главный зал. И не погибнуть тут просто. Тут у меня что-то отмечено. На карте... Секрет какой-то. Интересно, что он делает. Можно вернуться на начало. Взять патроны еще для мистера Шотти. Мне теперь куда-то вот в северную сторону попасть. Или в западную. Давайте попробуем попасть в западную сторону. Тут я эти двери не отопру. Трупы Арчувайлов лежат. Появилась какая-то ерунда. Мне, собственно, сюда и нужно заходить. Отпираются эти двери вот этим триггером. Давайте заскочим. Коридор пустой. Самое страшное, если он появляется у тебя за спиной. Понятно. Вот он. На-ка, получи сюда. О, не успею. Еле-еле. Душа в теле. Я успел. Еще можно два раза по нему пальнуть. И он готов. Видимо, то, что я кнопку прожал, оно что-то мне начало подсвечивать. Какие проходы, куда я могу открыть. Не успею. Еле-еле, слушайте. На реакции просто. Надо сохраниться. Потому что я вальнул уже 10 из 18. Сюда не идем пока что. Потому что сходим сюда. Посмотрим, что здесь у нас. А здесь у нас ничего такого нет. Тут только патроны для дробовика. И труп Джонатана. Джонатан не справился с поставленной задачей. Его, судя по всему, зажрали мерзкие архидемоны. Тут выход в еще какое-то помещение, в которое надо ли мне идти. Вопрос в том, смогу ли я выйти оттуда. Вон в чем вопрос, понимаете. Ничего тут нету. В этом помещении. Там проход есть, который приведет в коридор, в котором я, судя по всему, был. И, по-моему, надо возвращаться сейчас. Билли, будем тебя помнить. Смогу ли я выйти? Вот тоже вопрос. Иду сюда. Надо вот эти двери отпереть. Хорошо, эти двери отпираю. Их не так уж и много. Тут подсказочки мне прописали, куда надо идти. Я слышу, они там шебуршат. Впереди опасно. Проклятый лабиринт. Лабиринт отражений. Получи сюда, слышишь? Кнопка какая-то. Открываю желтую, судя по всему. Мне можно еще тут подобрать красный ключ. Они там выходят. Их надо там вальнуть как-то аккуратно сквозь этот проход. Но я заряжаю и стреляю. Главное на заклинание не нарваться, потому что у меня 58 хп. Я отдал вроде ему, он потому что крикнул. Сейчас вроде я не попал. Но патроны есть. Прямо в упор стреляю из этого дробовика. Я выжидаю, потому что он начинает кастовать заклинание. Если ты как бы спрячешься за угол, а потом подойдешь... Меня видят отсюда. А потом подойдешь, когда он его еще не закончил, он может пробить. Несмотря на то, что он как бы тебя потерял из виду. Сложные противники. Прямо как бюреры и полтергейсты потом будут в сталкаче. Получи сюда. Я промазал сейчас невероятнейшим образом. Подойдите. И распишитесь в получении урона. Сюда. 12 из 18. Остается... Остается понять, как туда попадать. Мы проходим сквозь лабиринты тьмы просто. Как туда попадать, непонятно. Но инспектор Калузо нашел разгадку этой тайны. Вот эта дверь приведет ли сюда? Я немножко путаюсь, честно говоря, в лабиринтах. Сейчас, я думаю, можно пройти... Вот этот проход, в котором я полноценно не был, оказывается. И тут патроны. Тут желтые какие-то подсвечиваются. Возможно, подсвечиваются проходки к ключу. Мне надо попасть... Теперь вот на эту сторону. Я задел какой-то триггер, какая-то дверь отпирается. Не могу понять, какая. Это, возможно, нет. Возможно, те двери на карте, которые вот такими тяжелыми подсвечиваются, я их не могу отпереть. А как же мне тогда проходить отсюда, простите? Вот это не ясно, действительно. Слушаем внимательно. Тут я тоже пройти не могу. Меня загнали в угол. Инспектор Калузо должен разгадать, как ему проходить. Вот тут триггер какой-то. Хорошо, прожимаю. Да, и выскакиваю. Начальный уровень. Теперь пройдем куда-то на север. Они еще ржут там. Они там еще присутствуют. Страшно, ребята. Вижу красный проход. Давайте тут сохранимся. Приготовим, пожалуй, ракетомет. У меня ощущение, что я сейчас на себя сагрую. Тут, как бы, можно сказать, открытое пространство в какой-то мере. Тут я двоих завалил. Эта дверь обратно. И тут неизведанные дали у нас ожидают. Тоже я труп видел. И здесь надо проходить. Тут один. Хорошо. Этот какой-то медленный очень. Этот уже полакомился Джимми. И поэтому такой медленный, неповоротливый. Получает. Сейчас было, кстати, опасно очень. Я промахнулся. Попадаю. Он готов. Слушайте, надо сохраняться почаще. Так. Билли, ты отомщен? Вопрос в том, был ли там еще кто-то? Был, конечно же. Он стреляет по мне, пока я смотрел на карту. Получает. Из дробовика. Архидемон. Прожигает меня. Слушайте. Иногда он видит. Сквозь хитбокс. Тебя не одарит инспектора Клузо, который разгадает любые загадки. 14 из 18. Но теперь мне полегче как бы дышится, потому что их стало поменьше. Вопрос еще в том, попаду ли я обратно, когда я отпираю все эти двери. Вот сюда захожу. Давайте сюда, например, сходим. Тут ничего нету. Лабиринты тьмы. Тут безопасно ли? Да, тут безопасно более-менее. У нас есть угол и красный ключ. Кто появится? Кто же защитит этот красный ключ? Что-то никто не появляется. Отпирается дверь. Телепорты это такие подлиннкие, что они могут выскочить в любой момент. Я не сходил еще вот здесь. За угол. Кто тут у нас? Тут патроны для дробовика и... И Донован. Донована распяли на шипах. Остается еще... Четыре арчвайла. Интересно, где они? Патроны? Я сжахаю кнопку. Тут берсеркер. Ну, под берсеркером я не знаю, надо ли врываться. И телепорт. Захожу в телепорт. И мы вышли в какую-то местность непонятную. БФГ лежит. Слушайте, это неплохо. Дополнительное здоровье. То, что нужно. От нашего столика вашему столику. А куда мне надо идти? Мне нужно как-то сюда попасть. А, я тп-шнулся и надо выбирать право-лево. Ну, не знаю, идем, например, налево. Это конец уровня. 77. Я не всех завалил, к сожалению. Ну, ладно. Они останутся в своей бездне, в своем лабиринте. И там погрязнут просто. В пороке. Следующий уровень спид. Скорость. Ой, так под эпизод. Даже смертельно опасный лабиринт Арчевайлов не смог остановить вас. И вы получили прототип акселератора, который скоро будет эффективно и перманентно деактивирован. Ваша... Ну, как бы вы хороши в том, что вы делаете. Мочу их просто пачками. У нас под эпизод, судя по всему. 93 противника. Уровень называется спид. Скорость. И начинается мочилово. Классическое просто. Достаю пулемет и импов начинаем стрелять. Можно из обычного шоти сработать, наверное. Немножко сэкономить пули. Так. И вот их уже поменьше. 6 из 93. Что у нас по патронам, в принципе? Давайте посмотрим. 210, 98, 18, 500. Для БФГшника есть патроны. Можно засандалить. Будет капитально, если кто-то будет сильно выпендриваться. А тут уже начинается выпендрежь, потому что выскакивает Рыцарь Ада. Ему надо из Дабл Паррел отдать. Просто в лицо. О, какодемоны пошли. Давай ракету определим, наверное. Тоже в лицо. И там сладенькая цель для нас. Какодемон попал, к сожалению. Второй здесь еще. Неудобные позиции среди этих деревьев. Тут мы завалили. Хочу ракету куда-то туда отправить. Вот сюда, ребятам. Ребята, еще ракета. Все, ребята лежат. Не один выжил, посмотрите. Тут надо, наверное, шотик готовить. Надо сохраниться. Упираю дверь. Он стреляет прямо на опережение. Могу ли я ходить по красному? Могу. О, Архидемон сразу же. Этого надо валить. С той стороны парни. Давайте им ракеты тоже зашлем. Чтобы они меня не обстреливали. Архидемону, наверное, сразу пару ракет. Чтобы он успокоился. Он готов. Сзади меня обстреливает кто-то. Тут Манкубус. Давайте тут не спешить. Сзади пулеметчики. Это не очень хорошо. Я туда засандалию ракету, пожалуй. И шотик подобиваю. Там еще пулеметчик есть. Надо еще ракету заслать. Как это не странно. Ракета пошла. Сзади. А, тут Кокодемон притаился. Посмотрите. Не очень хорошо. Кокодемон получает. Главное, чтобы меня обстреливают шотганеры. С расстояния. Пытаюсь стрелять. Главное пулеметчиком вальнуть. Пулеметчик готов. Шотганеры стреляют. Попадают. И тут еще несколько пулеметчиков. Но тут надо уже стрелять из шоти. Получите сюда. Я, кстати, включил легкое автоприцеливание. Сейчас вам покажу. Меня опять кто-то обстрелял. Тут еще один, как и демон. Сейчас давайте его сразим. Потому что большинство пули у меня летит в молоко просто. Все-таки в классический дум надо играть с этим автоприцеливанием. Но по патронам нету. Проблем опции. Player Setup. А, я Always включил. Давайте включим Medium. Ракета просто будет лететь более-менее в цель. Always. Ну, по классике Always. Но я все-таки буду целить. Целить самостоятельно пытаться. Потому что, ну, они на таких расстояниях попадают. И я нет. А кучность все равно... Ну вот, сейчас неплохо залетело. Normal, пусть будет. Так, давай, это мы дадим из дробовика. Этот готов. Видим. Синий ключ. Видим, там еще пулеметчика Манкобуса. Определим туда ракету, пожалуй. Сейчас я чуть не получил было. Тут еще пулеметчик. Я надеюсь, там нету Арчвайла. Потому что, если там Арчвайл, он их поднимает. Надо по количеству противников такие вещи засекать. Ну, бодренько уже пошла более стрельба. Видите, с этим автоприцеливанием получше. Тут патроны. Тут какодемоны летят. Ничего страшного. Тут Манкобус еще. По какодемонам мы дадим. О, нормально. Как хорошо залетает теперь урон. А из дабл баррела? А все равно, по-моему, он как-то... Он кучнее стал стрелять. Он действительно стал стрелять кучнее. Так. Слушайте, это то, чего не хватало. Сейчас по парням надо тут сработать из обычного шоти. И какодемон получает немножко в лицо, в свой глаз. Оп. И ваш отбрасывает отдачей. Я там застрелил импа. О, это худшее опасение, которое могло произойти. Сзади еще кто-то, во-первых. Во-вторых, вот этого надо завалить первым делом. Ты получаешь. Вот этого негодяя. Давай, даже может быть так. Ненавижу их, потому что можно из БФГ отдать. Я думаю, мы и так обойдемся тут. Хорошо, этот готов. Академа наконец-то готов. Кто же сзади стреляет? Меня интересует. Меня сзади кто-то обстреливает. Явно. Я не могу... А, вот он! Инспектор Клузо обнаружил вас. Но я... Но это еще не все. Еще кто-то стреляет. Вот он! Посмотрите на него. Я-то думаю, что такое? Сферу души, кстати, бараныть. Как бы к ней пробраться? 61 хп уже остается. Мы вернемся на начало уровня. Возьмем аптечки. Я еще, кстати, в широкоформат переключился. Я думаю, почему нет. И еще что я сделал... А, еще я сглаживание все выключил. То есть у нас графон практически оригинальный. Если будет хорошо, то... То будет хорошо. Надеюсь, не размылит. Юрчик мне сделал замечание, что, типа, что это ты со сглаживанием играешь в Old School. Ну вот я, собственно, решил прислушаться к замечанию. Там спектр бегает невидимый. Но я хочу сверху всех отстрелить, понимаете? Покуда я туда не спустился еще. А спускаться мне придется. Мне нужно выбирать еще, кстати, куда. Я понятия не имею, куда это делать грамотнее. Поздоровился не очень хорошо. Я думаю, мы пойдем налево. Потому что тут у нас крест. Причем пойдем с пулеметом. Пока что ничего страшного. Обстреливают меня пулеметчики. Вот что страшно. Он получает. Спектр готов. Шотгангай. Получает. Тут пару импов. Это не проблема, потому что мы дадим туда из дробовика, пожалуй. Пару раз. Надо осмотреть все крыши, потому что могут быть снайпера. Вот здесь, например, тут желтый ключ мы заберем. Каким-то образом. Каким образом? Волшебным. Только мы сохранимся, потому что немножко страшно нам. Забираю желтый ключ. Меня за это даже не наказывают. И... Как бы туда попасть, а? Непонятно это, а? Проходов тут нет никаких. Там сфера души была с той стороны. О! Старый знакомый. Мистер Зеленые Штаны. Получает из дробовика кучный выстрел. Хе-хе-хе. Неплохо. И там... А там и его старший брат, Баронус. Баронус улетит пару ракет. Ракеты, кстати, я думаю, надо начинать экономить. Впереди проход. Не сулящий ничего хорошего, потому что здесь мистер с пулеметом. Немного брони, не более. Мы продвигаемся дальше. В пучину зла. В пучине зла нас ожидает мистер Красные Штаны. Который получает несколько выстрелов из шотер. Вот с автоприцеливанием, да. Вот это вот этот именно тот самый дум. Хотя бы, ну, обычно я стреляю. Оно действительно кучно разлетается. Но когда я навожусь на цель, лучше стреляет. Будем считать, что шлем морского пехотинца способствует этому. Система автонаведения. Я не знаю, с чем прыгать в телепорт. Наверное, с плазмоганом я прыгну. Ну и такой выбор был осознанный достаточно. Что здесь еще есть? Можно сюда спрыгнуть. Тут еще телепорт. Отсюда можно сюда спрыгнуть или зайти в телепорт. Дверей секретных я не наблюдаю. Я сохранюсь, запрыгну в телепорт. Это секрет. Но я, простите, я был здесь? Не был. Это сфера души. Что нам станет под спорьем. Далее. Куда мы можем заскочить? Отсюда мы можем заскочить вот сюда вот. Забрать пулеметик. И звонит телефон. Надо сделать паузу. Звонил Жан-Поль Бельмондо. Царство ему небесное. Сказал, что по ошибке попал в ад. И просят, чтобы я его освободил здесь. Собственно, идем его искать. Так, тут я был. Тут я прыгал в телепорт. Сколько осталось? 37 засранцев осталось завалить. Кто-то, кстати, кричит и выпендривается. Отсюда мы пошли. Вот сюда. Тут мы застрелили кучу болванов всяких. И здесь мы проходим дальше. Следующий телепорт, собственно. Меня обстреливают. Кто кричит? Ух, ничего себе. С байвагашника можно засандалить. Тут я в относительной безопасности. Ну, давайте убьем его, пожалуй. Опа, он охраняет ключ. Это надо делать. Возможно, на него можно телефрагнуть. Он просто разваливает мне кабину. Хе-хе-хе-хе-хе. Надо подумать теперь, что с ним делать. Попробую в телепорт заскочить. Да, не очень все хорошо. Много парней. Но я теперь хотя бы скрылся. Как его отсюда брать? Из шоти можно потратить шоти. Потерянные души, возможно, на него нападут. У меня 7 ракет. У меня есть бфгшник. Зашлем. Автоприцеливание срабатывает, судя по всему, именно в тот момент, когда я навожусь именно на противника. То есть здесь достаточно честно это все будет. Трачу бфгшник, потому что тут не на ма натурады просто. Давайте сандалим. Он сандалит ракету. Он готов. Крововое пятно умерщвлен. Так, тут лифт. Хорошо. Аптечка. Мы сохраняемся. И заскакиваем наверх с пулеметом просто. Вот тут за стеной кто-то закрылся. Сущее зло. Что у меня по плазме? По плазме не очень все хорошо, поэтому мы приготовим действительно пулемет. Прожмем кнопку, которая вызовет огромную тусовку парней. И телепорт еще один. Как можно наверх попасть? Тут по лестнице ада. Лестница ада есть. И здесь еще телепорт открылся. Но я даже не знаю, в какой из них заскакивать. Заскакиваю в этот секрет. Там синий ключ. А что сейчас секрет? Секрет с комбат армором. Это то, что нам нужно. Только теперь нужно понять, как мне обратно вернуться. Куда-то сюда. Тут еще телепорт. Там красный ключ. Мне надо получить красный ключ. Здесь еще одинокая ракета по имени Бетти. Я бы тоже хотелось подобрать. Мы вернулись. Я попытаюсь заскочить на ключ. Забрать его никто не появился. Слава тебе, господи. Надо еще синий подобрать. Как синий подбирать, надо там как-то проскакивать. Да? Тут кровавые реки. Вот сюда мы куда-то сходим. У меня два ключа. Непонятно, куда их применять. Возможно, сюда куда-то. Вот это все отопрется. Противников, кстати, стало больше. Возможно, потому что потерянный Пейн Элементаль родил кого-то из них. Меня телепортировало в башню. И тут еще телепорт, в который мы заскочим, который никуда не приводит. Здесь в телепорт я прыгал. Вот сюда еще хотелось бы попасть. По краечку забрать патроны армор. Красный ключ я забрал. Следующий телепорт меня выводит куда-то наверх к аптечкам, к синему ключу. Патроны, синий ключ, не ясно как забирать. И карта. Ну я вот вижу один момент, в котором я не закончил еще. Ну, спрыгиваем вниз. И будем искать. Инспектор Клузо должен работать полным ходом, потому что не ясно, куда идти. Значит, здесь опять-таки лифт. Тут я возвращаюсь. Лифт поднимает наверх. Надо сообразить сейчас. Нерасторопный инспектор Клузо достаточно. Тут телепорт. Тут мы проходим, например, на параллельную сторону, забираем синий ключ. У меня все ключи архидемона здесь. Три архидемона. БФГшник быстрее. Они тпшатся. Не знаю, сандалью из БФГшника падаю вниз. Они там, судя по всему, в четырех телепортах сидят и тпшатся. Возможно, не в четырех, их не четверо, то есть. Но они из одного телепорта в другой перепрыгивают. Тут надо сэкономить патроны, не надо их бояться. Надо только выловить, где они были, вон там. Давайте туда ракету какую-то определим на опережение. Пару ракет. Ему вроде залетело. Ракет потому что 13. Я еще потрачу. Ну, залетает, кажется, по нему. 10 оставлю. Да, залетает по нему. Можно из шутгана пострелять. Надо бы тайминг выловить. Тайминг ты тут так не выловишь. Надо понять, как мы туда попадали. Только не через этот телепорт, мне кажется. Вот через шутганы я прошел сюда. Забрал синий ключ. Тпшнулся к ним. Меня прожигают и выбрасывают просто вниз. Нормальный ход. Слушайте. Продолжает телепортироваться негодяй. Адская сатуна. Ну, давай еще ракету отправим. Бабах, не попал. На опережение. Сейчас попал, потому что аж меток аж полетел кровавый. Там я не успеваю сориентироваться, когда я туда залетаю на телепорте. Можно из БФГшника туда разрядить. Да, тяжелая ситуация там. Попал. Еще одну ракету. Давай все потратим. Не жалко. Ну, залетело по нему. Ну, не знаю. Тут надо сохраниться, наверное, перед этим заскакиванием в этот телепорт. И... И что сделать? Телепорты отсюда менять, ТПшит? Да. БФГ, есть патроны. В сандалю попадаю, вроде бы. Ну, как он быстро телепортируется? Что вот это такое? Получает. Один он тут был? Он, может быть, тут вообще один был. А я крику поднял. Ракет потратил. Ракеты мы вернем, например. Вижу один. Нет, тут их было двое. Не зря я ракеты потратил, честно говоря. Кнопка раз. Кнопка два. Телепорт приведет обратно. Кнопки на время. Кнопка три. Не на время, ничего. Три кнопки я прожал. И что-то должно было открыться, судя по всему. Заскакиваю. В телепорт никуда не приводит. Отсюда могу сюда перепрыгнуть. Сохраняюсь. И, собственно, делаю это. Забираю патроны. Еще раз телепортируюсь. Я не знаю, куда мне идти просто, понимаете? Я просто не знаю, куда мне идти. Тут не открылось ничего. Опять телепорт. Тут тоже запертая стена. Я что-то не нажал какую-то из кнопок. В начало уровня я попадаю. Давайте пройдем. Я знаю, куда мне идти. Мне надо вот сюда теперь, наверное. Тут потому, что мы все не осмотрели. Во-первых, сюда. Мы заскакивали. Во-вторых, там какой-то дикий телепорт. Тут я выпрыгивал. Тут проход наверх. Здесь могло что-то открыться. Я бы хотел вообще на начало уровня выйти. Но тут ничего не появилось. Нет, тут мне вообще не надо тусоваться. Я опять-таки выскакиваю наверх. Там просто кусок карты просто не открытый. Вот именно с этой стороны. Как бы мне сюда попасть? На Кровавую реку? Не знаю, честно говоря. Иду сюда куда-то. Вижу тут еще телепорт. Это параллельная сторона. Сюда я тоже заскакивал. Я не вижу прохода просто, понимаете? Который ведет... Возможно, вижу. Я, возможно, вижу даже желтую дверь. Давай сюда. И желтая дверь вот здесь. Да, это желтая дверь. Ха-ха-ха-ха. Хорошо, здесь кнопка. Маленький армор. Ревенанты повыскакивали. Еще, ракеты полетят мне. Что сделать? Из БФГшника дам туда. И автоприцеливание на сей раз нам не помогло. А вот ракета прилетает прямо в борщец мне. Стреляю из шоти пока что. Прячусь за углом. Я, пожалуй, определю туда пару ракет обычных. Они потому что зайдут. Один ревенант упал. Немножко из плазмы. О! Прямо в лицо. Давай, этого ревенанта сразим из дробовика. Он готов. Так, теперь мне туда попадать. Это понятно уже. Обычные шоти, пожалуйста. Получите сюда. Вы меня никогда не возьмете. Мерзкие скелетоны. Тут опустится лифт. Мы поднимемся наверх. Сохранимся. Противников... Что-что-что там? 74, 100. Еще 25. Выскочили они отсюда. И что здесь нас ожидает? Толпа пулеметчиков просто. Видите, автоприцеливание не всегда срабатывает так, как нужно. Все-таки мне нужно наводиться. Хороший тест будет автоприцеливание. Потому что после ДУМа следующий шутер хочется сделать Хэксен уже наконец-то. Там, фэнтезийный. Ну вот. А я его собираюсь идти на максимальной сложности. И там придется этим пользоваться, судя по всему. Столбы гнева, которые не отпираются. Мне надо туда попадать. Столбы гнева надо понять, как открывать. Возможно, еще есть желтая дверь с параллельной стороны, которую я не прожал. И мы, собственно... Тут у нас лифт не опускается. Тут подъем наверх телепортит. Сейчас, секунду. Сори, меня отвлекли. И пока я не забыл. Если среди вас знатоки уважаемые... О, тут коробка ракет, кстати. Если среди уважаемых зрителей есть знатоки Хэксена, пожалуйста, посоветуйте сразу мне модификацию, в которой в HD можно растянуть игру. Таким образом, чтобы там не было бага с кулаками. Ну, вы поняли. Потому что в оригинальной игре под 4 к 3 заточено. Я уверен, что должны быть модификации. Я, конечно, сам поищу на мод ДБ, но, может быть, мне сразу посоветуют хорошие модификации, которые не портят оригинальный баланс. Но при этом... При этом... Паренек с пулеметом. При этом... Как бы ее грамотно растягивают в HD. Вот. Мы продолжаем искать выход из треклятого просто уровня, который называется скорость. Но при этом скорость тут вообще не показана нашим героям. Он просто заблудился. Я на параллельной, на правой стороне. Я вижу, куда я еще не сходил. Именно вот вперед. Ну, как туда попадать, вот туда, я понятия не имею. Возможно, это вообще выход из уровня. Тут есть телепорт еще очередной, который сильно не поможет. Здесь могу выскочить на телепорты тоже. Давайте в этот сходим. Так, я опять-таки здесь. Там я был, там я был. Может, там дверь какая-то красная. Вот тут есть одна, кстати. Аль нет. Секретов 2 из 2 я нашел. Это не дверь. Это так просто. Вот это? Неясно. С параллельной стороны была дверь. Но я не думаю, что мне нужно на параллельную сторону. Мне надо на юго-запад карты. Туда, с левой стороны попасть туда не могу, потому что там столб власти. Вот отсюда я должен туда попадать. Вот как-то отсюда. Вот туда мне надо. А как мне туда попасть-то? Это неясно. Спрыгиваю вниз. Еще раз все осматриваем внимательно. Карта запутанная. Поднимаюсь наверх. Вот здесь лавовая река. С лавовой реки я выхожу вот сюда. Смогу тут проскочить? Не смогу. Мне вот сюда надо попадать. Определенно. А нет, простите. Мне вот сюда. Как туда попасть? Непонятно. Я, наверное, какую-то кнопку не прожал. Если честно. Если быть честным. Поэтому тут мне делать нечего. Я выскакиваю в телепорт. И сквозь телепорт. И возвращаюсь на параллельную сторону. Будем искать ответ на этот вопрос здесь. Что здесь у нас есть? Есть очередной телепорт. Пробуем тупо прыгать по телепортам. Значит, здесь я с этой стороны. Тут я кнопку прожал. Тут зеленый армор лежит. Хорошо. Прыгаю в телепорт. Приводит. К коридору с пулеметчиками. И к столбу, которая не опускается. Никоим образом. Далее. Отсюда могу сходить наверх. Здесь еще телепорт. Здесь я забрал ракеты. Здесь на параллельную сторону выход. Телепорт к архидемонам. Здесь я прожал три кнопки. Выход на телепорт. Вот сюда еще можно заскочить. Это главный коридор, в котором я могу проскочить. Это мне толку не даст. Еще раз здесь усматриваемся. Я нажал кнопку только что. Она была просто не видна из-за кровавых ошметков. Теперь, возможно, столб искомый опустился. Да? То есть мне теперь надо отсюда выпрыгивать куда-то сюда. Ожидая, кстати, нападения. И туда возвращаться. Хорошо. Да, так и есть. Столб опущен. Давайте готовим ракетомет сразу, если кто-то собирается выпендриться. А тут собираются. И выпендрился при этом я, потому что попал прямо по себе. Вижу парней и стреляю. По мне летят ракеты от ревенантов. Парни получают из шоти. Надо дальних отстрелить, потому что они проблем доставят. Этот готов. Этот получает. Нормальный расстрел. Ревенант тоже получает. Что по ревенанту? Дать ракету, наверное, пока они там кучкуются. Били силрады. Этот готов. По ревенантам неплохо заходит, слушайте. Кучный выстрел из дробовика. Ревенант получает. Ракета летит. Ждем, не спешим. Ревенант получает еще раз из дробовика. Летит еще одна ракета. Хорошо. Теперь вот этих надо негодяев, кемперов застрелить. Автоприцеливание все равно не так работает, как в классике. Есть очень крутой порт. Как-то ретро-дум он называется. Вот тут синий клич надо применять. Ретро-дум там просто можно в широко... Ой, я упал. Я вернулся обратно на исходную. Тут не надо падать. Тут надо всех отстрелить. Есть мод на точный пистолет, кстати. Потому что он вот так вот не точный. А пулеметчик может попасть. Да и я не попадаю. Попадаю. Тут сохранимся. Давай мы тут перегруппируемся. У меня вот этого хочу выловить. Жму. Открываю. Что происходит? Помосты поднимаются. Хорошо, значит мы отсюда сможем подстрелить вот этого негодяя. Что приготовить? Дробовик, наверное. Тут красный ключ нужен будет. О, нехороший звук. Мистер Ревенант, во-первых, заслал ракету. А это что такое? Это Арчвайл. Вот это нехорошо. Туда сандалию сразу пару ракет. Не вижу, что там происходит. Потому что все ракеты пошли в молоко, к сожалению. Он меня прожигает, я прячусь. Я бы туда СБФГшника дал. Честно говоря, обходя ракеты. Я завалил Арчвайла. Судя по всему, СБФГшника туда залетела. Мне советовали, что нужно смотреть, куда ты стреляешь. Он будет Ревенантов поднимать. Надо туда выскочить, на него его завалить. Стреляю по нему. Вроде бы я его завалил, да? Все. Теперь надо просто добить Ревенантов. Ракеты летят. Жаль, их сбивать нельзя. Вот это было бы хорошо. Я бы их позбивал тогда, и проблема была бы решена. Ревенанты ковыляют. Ничего не сделают, потому что я стреляю из Шотти. Ракета, однако, сейчас чуть не залетела по мне. Где там еще Ревенант? Вот здесь еще двое. Из обычного Шотти нормально им залетает. Что, можно еще ракету дать какую-то? Которая летит в молоко, к сожалению. Следующий Ревенант получает. И две ракеты прямо мне летят. Я спрячусь за углом. Еще по Ревенанту дам. Он готов. И здесь еще один получает ракету. Еще одну. Все. Ракета заканчивается. Ревенант готов. Последний пулеметчик готов. 96 из 101. Еще остались противники на уровне. Беру аптечку. Жму кнопку. Кто-то стреляет еще. А, тут еще делегация. Ну, этот получает. Этот готов. 98 из 101. Тут еще телепорты. Тут еще далеко не все закончилось у нас на уровне. О! Что, как это было? Как это произошло? Этот готов, например. Где второй? Обстреливать я не вижу, где он. 39 хп на ровном месте просто. Снизу телепорт. Ну, например, аптечка. Надо понять, он где-то там. Смогу тут заскочить? Не уверен. Это выход с уровня. Определенно. 64 хп. Там еще сзади. Аптечка есть. По аптечкам проблем нету. Тут, кстати... Ох ты шо! Еще один! Мне конец. Да, 22 хп вставляет. Выбираю не то оружие, которое нужно. Что ему дать? То есть дробовика его надо будет сражать. Вот так вот это происходит, да. Хорошо, давайте тогда сначала с ним разберемся. Только ему надо из бфгшника засандалить. Получает сразу же и готов. Хорошо. Тут еще кнопка. Которая, очевидно, поднимет... Не, не поднимает тут проход. Осталось... Два противника осталось на уровне. Надо понять, где они. Мерзкие пулеметчики. Которые вот здесь где-то закрепились. Первый получает в лицо. Я нашел второго. И он из дабл баррела получает. 95 хп. Куча аптечек. Куча армора. Нормально. Мы тусуемся. Всех завалил. Все секреты нашел. Предметы не все собрал. Предметы хотелось бы собрать. Я думаю, мы... Займемся этим. Я куда-то наверх. Наверх от туру. Заскакиваю. Где это я? Я вот здесь. Ага. И вот он выход с уровня, собственно. Думаю, надо пособирать. Мне будет патроны по уровню. Весь уровень закончен. И в следующей серии мы увидимся. Final Doom. Плутоний эксперимент продолжается на канале. Спасибо за внимание. И до свидания.